всем привет сегодня по вашим просьбам я хочу показать как соединить вот такие мотивы в предыдущих мастер-классах я показала как связать такой мотив можете посмотреть ссылочка будет под видео в описании также в конце видео тоже можно переходить по ссылке итак давайте начнем итак первый мотив связан продолжаем вязать следующий мотив и последним рядом соединять и так вяжем следующий лепесток то есть продолжаем обвязку последнего ряда второй столбик без накида 3 дальше идет пико из 3 воздушных петель провязали дальше 2 столбика без накида провязали и следующий пико средний пику к среднему пику любому мы присоединяемся вот так довязываем пику завершаем у основания дальше два столбика без накида снова вяжем пику которым тоже присоединяемся к следующему пику в этом же лепестке вот заводим крючок в пику предыдущего мотива и соединяем следующей петли вяжем третью и завершаем пику продолжаем обвязку этого ряда 3 столбика без накида вяжем и переходим к следующему лепестку вяжем снова три столбика без накида 2 3 вяжем пику и тут мы соединять будем этот лепесток за все три пику то есть первом 2 средний и следующий а здесь вот все три пику будут соединяться то есть точки соединения объясню позже посмотрим почему именно так вяжем снова следующее пику заводим крючок среднее пику соединяем третья петля и у основания довязываем пику снова первый второй столбик без накида или сейчас вяжем третье пику и точно также соединяем заводим крючок в предыдущий мотив и точно также соединяем провязываем петлю завершаем пику дальше три столбика без накида провязываем вот у нас получилось внизу два столбика свой 2 вернее две точки соединения и три точки соединения за три пику и сейчас будем вязать снова за два пику соединения то есть два три два вот так три столбика без накида вяжем пику следующий лепесток предыдущего мотива подхватываем за первое пику и делаем соединение третья петля и завершаем пику так дальше два столбика без накида снова заводим крючок в следующий пику соединяем второй петлю и провязываем третью и завершаем пико этого ряда этого мотива дальше провязываем два столбика без накида провязываем просто пико мы его не соединяем у нас идет вот первые за за два пику соединяли потом средний за три пику за все три точки вот и третье получается вот за два пику те точки они будут соединяться потом следующим мотивом в шахматном порядке буду показывать вязание и продолжаем вязать последний ряд довязываем до конца ряда вот так у нас получилось я довязала этот мотив и вот наши точки соединения как видно дальше продолжаем точно так же этот ряд я покажу следующий вот так буду располагать мотивы шахматном порядке снова берем мотив и продолжаем вязать последний ряд сейчас вот первая пика провязана вяжем 2 2 столбика без накида 1 воздушная петля и вот смотрите вот за эти точки мы будем соединять здесь мы соединяем тоже за две точки вот средняя точка получается средний пико вот заводим крючок делаем соединение то есть средний пико со средним соединяем дальше два столбика провязываем 1 воздушная петля вяжем пико и сразу же соединяем со следующим пиком надеюсь что видно хорошо вот захватили петлю и соединяем довязываем пико дальше довязываем этот лепесток 3 столбика без накида переходим к следующему и будем дальше присоединять первый второй третий столбик дальше пико вот первую петлю провязали и тут мы за все три точки будем привязаны к трем пико привязываться вот первое к первому привязываем так соединили вот так дальше третья петля завершаем пико два столбика без накида воздушная петля среднее пико заводим крючок соединяем второй петлей пико третью провязываем и завершаем два столбика без накида воздушная петля и в этом лепестки 3 пико тоже соединяем довязываем пико и довязываем этот лепесток 3 столбика без накида так вот так получается переходим сейчас к следующему лепестку вяжем первый столбик 2 3 давайте посмотрим чтобы видно было вот как у нас будет это идти вот следующие пико вот одно у нас оставалось да помните мы там за два только привязываясь так вот вот первая точка у нас здесь внимательно смотрите сейчас воздушную петлю упустилась так провязываем соединяем и довязываем пико 2 столбика без накида вяжем снова воздушная пико с петля следующий пико и тут вот смотрите мы соединяем там где у нас было соединение двух пико предыдущем ряду вот за серединку вот здесь мы заводим крючок подхватываем нашу петлю и соединяем довязываем наши пико дальше первый столбик второй снова пико давайте смотреть чтобы видно было вот следующее которое свободно оставалось у нас захватываем и привязываемся к нему довязываем наши пико довязываем этот лепесток 3 столбика без накида переходим к следующему снова вяжем первый второй третий столбик без накида воздушная петля то есть первое пико и тут мы вяжем тоже вот первое пико первая точка соединения провязали довязали пико дальше 2 2 столбика без накида снова пико снова захватываем следующую точку то есть второй пико и довязываем наши дальше первый столбик второй столбик воздушная петля за 3 пико точно так же как начинали вот привязку этого мотива довязываем 1 2 3 и переходим к следующему лепестку вот смотрите начиналось два у нас за две точки потом три потом вот серединка и сейчас снова 3 провязали и сейчас вот идет у нас лепесток тут привязка за две точки провязываем столбики так первое пико соединяем с первым пику наши предыдущего мотива довязываем пико дальше два столбика без накида снова вяжем пико и привязываемся соединяем снова два столбика и тут мы уже вяжем пику мы не соединяем дальше мы довязываем этот мотив до конца ряда как и вяжется как и завершаются все мотивы то есть обвязка последнего ряда идет столбиками и пико и так продолжаем довязали вот соединили в начале первые два и так продолжаем ряд и следующий ряд вот идет сверху все точно так же повторяется вот так выглядит уже побольше мотивов когда привязаны очень красивый нежный узор и платье будет красивая кофточка красиво ну то есть для многих изделий он будет красиво смотреться надеюсь вам было все понятно задавайте вопросы пока пока подписывайтесь на мой канал не забудьте нажать на колокольчик для того чтобы первым получать уведомления о новых видео на моем канале